Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Золотой ключик, который принесет счастье и отличные оценки. Глава региона Дмитрий Азаров и мэр города Елена Лапушкина открыли второй корпус 26-й Самарской школы. Социальные объекты города готовы к зиме более чем на 90%, когда работы будут завершены полностью. Награда нашла героев. Трое школьников, которые спасли тонущую девочку, получили грамоты и ценные подарки от депутатов Гордумы. В первый раз в первый класс Самара отмечает День знаний. В этом году в школы города отправились 128 тысяч детей, почти 15 тысяч из них первоклассники. Свои двери для ребят сегодня распахнул и второй корпус 26-й школы на пятой просеке. В новое здание пришли 300 первоклассников, для них организовали 9 классов. В торжественной церемонии открытия второго корпуса 26-й школы приняли участие губернатор региона Дмитрий Азаров, депутат Госдумы Александр Хинштейн и глава Самары Елена Лапушкина. Как встретила новая школа своих учеников, расскажет Ольга Павлова. Торжественная линейка в 26-й Самарской школе начинается с поднятия государственного флага. И встреча ребят с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. А вы знаете, что вы идете в новую школу? Да! 300 первоклассников на пороге нового жизненного пути. Учиться они будут в недавно отстроенном и открытом сегодня втором корпусе 26-й Самарской школы. Золотой ключик, который должен принести счастье и отличной оценки, ребятам вручил глава региона. Первоклассник Михаил Баландин сегодня впервые переступил порог теперь уже родной школы. Миша хорошо считает и даже определился с будущей профессией, о которой, впрочем, мечтают практически все жители страны. А в будущем задумываешься уже, кем хочешь стать? Кем? Миллионером. Стать успешным в такой школе будет проще, отмечают родители. Некоторые из них переехали на пятую просеку из других районов только ради того, чтобы дети учились именно здесь. В новом учебном заведении 32 кабинета, оснащенных современной техникой. В каждом классе установлены интерактивные доски и проекторы. Проведен высокоскоростной интернет. Кабинеты физики, химии и биологии оборудованы лабораторными комплексами. Отдельного внимания заслуживают классы технологии. Здесь и мастерские по обработке тканей, и помещения для занятий кулинарией. Созданы все условия для комфортного обучения школьников с ограниченными возможностями здоровья. Пандусы, лифты для перемещения на верхние этажи, кнопки вызова помощи, расположенные на удобной высоте. Шикарное, все новое, чистое. Просто огромное спасибо всем, кто принимал участие в строительстве. Второй корпус 26-й Самарской школы рассчитан на 850 мест. 75 из них займут дошкольники. Современная инфраструктура учебного заведения включает 4 библиотеки, спортивные и тренажерные залы, актовый зал на 330 посадочных мест, а также столовую и уличные площадки. Ну а в первом корпусе школы начала работать лаборатория ПАО ОДК Кузнецов. Ребятам передали макет двигателя РД-107. По инициативе родителей и педагогического состава, учебному заведению было присвоено имя героя социалистического труда Дмитрия Козлова. Не остается сомнений, что открытие школы на пятой просеке – удачный образовательный проект довольно крупного масштаба. И, конечно, мы сегодня должны с благодарностью вспомнить о том, что новые школы в Самарской области появляются благодаря нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Именно нашим лидерам был инициирован национальный проект образования. И небывалыми темпами в последние годы мы строим новые школы, детские сады, ну, конечно же, еще и больницы, мосты, спортивные объекты. И хочу вам сказать, что в ближайшие годы еще 9 новых школ появятся на территории Самарской области. Я желаю всем нашим ученикам, всем ребятам, которые переступят впервые порог школы, чтобы дни, месяцы, года, проведенные в ее стенах, остались самыми счастливыми, самыми важными, самыми запоминающимися. Школа 26 впервые открыла свои двери для учеников 1 сентября 2021 года. Спустя некоторое время был одобрен проект по возведению второго корпуса общеобразовательного учреждения. За строительство учебного заведения выступали жители пятой просеки, которых услышали и воплотили заветную мечту в жизнь. Первые звонки сегодня прозвучали в двух корпусах, дав старт началу нового учебного года. Ольга Павловна, Николай Епифанов, САБТИ. Торжественные линейки для учеников 1-х и 11-х классов прошли во всех общеобразовательных учреждениях столицы региона. Поздравить ребят в 149-ю Самарскую школу приехали глава города Елена Лапушкина, руководитель департамента образования Ирина Каковина и другие почетные гости. С чего начинается День знаний и как встретили школьники Самары 1 сентября в репортаже Ольги Павловой. Утро 1 сентября для всех началось по-разному. Кто-то так и не смирился, что учиться теперь придется 11 лет, а кто-то напротив стремился поскорее сесть за парту. Ученик 1-го класса Данил Перов к новому этапу своей жизни готовился основательно. Ходил на подготовку, много читал, школьные принадлежности выбирал вместе с мамой. Поэтому вопрос, как Данил представляет себе обучение в 1-м классе, в тубик его не поставил. Ну, везде будут первоклассники, учители, сижу за партой. Как будешь учиться? Какие оценки будут у тебя? Наверное, пятерки. Соскучились по школьной жизни после длительных каникул и ученики постарше. У восьмиклассника Тимура Курбанова на предстоящий учебный год большие планы. Выйти на отличника, познать новые знания и познать новые науки. Торжественная линейка в 149-й школе начинается с приветственного слова и поздравления главы города Елены Лапушкиной. События последнего времени, которые происходят в мире, очень ярко демонстрируют, как важно то, что мы вкладываем в наших детей. Чему мы их с вами учим. И что такие понятия, как семья, доброта, честь, порядочность, любовь к отчизне. Это не пустые слова. Это то, на чем стоит наше с вами государство. И я хочу всех поздравить и пожелать, чтобы этот учебный год был полный ярких, красивых событий, запоминающихся. Чтобы вы узнавали новое, получали новые знания, знакомились с новыми людьми. Пусть этот год будет для всех мирным, счастливым, здоровым. С праздником, друзья! С днем знаний школьников поздравили руководитель департамента образования Ирина Каковина, глава промышленного района Даниил Морозов, а также герой России, генерал армии Александр Баранов, чье имя носит 149-я Самарская школа. В его честь в учебном заведении открыт музей боевой славы «Самарцы на службе Отечеству». Вспоминая свои школьные годы, Александр Иванович отмечает, современная система образования, как и та, в которую он пришел еще первоклассником, славится сильными педагогами и достойной учебной программой. С порядочностью, во-первых, скромностью и, я бы сказал, так вот, именно вниманием к каждому ребенку отдельно. Торжественная линейка завершилась выступлением аниматоров и творческих коллективов. В этом году в первые классы 149-й Самарской школы пошли 136 учеников. Всего за партой в столице региона сегодня сели 128 тысяч ребят, почти 15 тысяч из них впервые. В школьных классах, кружках и секциях и встретили 6 тысяч педагогов. Ну а старт новому учебному году по традиции дал первый звонок. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. Сегодня учебный год начался и у студентов самарских вузов. Первокурсников Университета телекоммуникации и информатики на торжественной линейке поздравил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Кроме того, он проверил качество ремонта в одном из студенческих общежитий университета. Студент Поволжского государственного университета телекоммуникации и информатики Марсель Муртазин родом из Татарстана. Молодой человек уже пятый год живет в вузовском общежитии. Но только сейчас, говорит, условия быта приблизились к домашним. Как дом это нигде, я не почувствую, потому что дом это люди. Но тем не менее, именно если говорить про уют, да, не поспорю. Даже вот эти новые кровати, это полтора местные кровати. Были до этого у нас примерно на вот столько, а не уже. То есть, соответственно, один человек помещался. Ты сидишь, ворочаешься в данный момент. Можно спокойно лежать, спокойно спать. К началу учебного года старое общежитие было полностью отремонтировано. В здании заменили сантехнику, окна, батареи, кухонные плиты. В ближайшие дни комнаты докомплектуют мебелью. Всего на ремонт студенческого общежития, дополнительные с федерального бюджета, было выделено более 40 миллионов рублей. Сегодня, 1 сентября, качество работы оценил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн. Именно при его содействии ВУЗ получил средства на обновление здания. Наша задача сделать так, чтобы ПКУТИ был действительно прорывным ВУЗом, ВУЗом востребованным не только на территории нашего региона, но и в России в целом. А для этого мы должны создать соответствующие условия, потому что когда студенты живут в обстановке 100-летней давности, в убитом общежитии, в отвратительных условиях, а им рассказывают про цифровую трансформацию, это выглядит очень странно и неестественно. На торжественной линейке для первокурсников студенты БГУТИ услышали еще одну радостную весть. Александр Хинштейн объявил, что в ближайшее время начнется строительство ВУЗовского бассейна. Проект получил положительную экспертизу. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События. Дети, которым важно особое внимание. В социально-реабилитационном центре «Ровесник» прошел праздник «День знаний». Для воспитанников руководители учреждения совместно с Общественным советом при Главном управлении МВД по Самарской области организовали развлекательную программу. Девять первоклассников получили в подарок школьные принадлежности. Подробности в нашем сюжете. Для Анастасии выступать на сцене в роли ведущей – дело привычное. Девушка признается, перед началом праздника совсем не волновалась. Наоборот, ей очень нравится быть в центре внимания. Мне руководство предложило быть ведущей. Я с удовольствием согласилась. Мне очень понравилось. Я поздравила первоклассников, студентов с первым сентября. В Самаре в социально-реабилитационном центре «Ровесник» прошел праздник «День знаний». Ребята разделились на команды для того, чтобы поучаствовать в развлекательном квесте «В знании сила». Задания были разные – собрать конструктор из мягких кубиков, посоревноваться в перетягивании каната, попробовать себя в искусстве каллиграфии. Также ребята смогли погрузиться в мир виртуальной реальности. Мероприятие очень познавательное. Знание – действительно сила. По словам специалистов, такие праздники для детей, оставшихся без попечения родителей, просто необходимы. Ведь каждому порой хочется почувствовать себя нужным. Мы все понимаем, что дети – это наше будущее. И как мы к детям будем относиться, так сказать, с любовью, с пониманием, и как мы их воспитаем. Мы таким образом получим и наше будущее. Девять первоклассников получили в подарок школьные принадлежности. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Николай Сидоров. События. Три самарских школьника получили специальные награды и благодарность от депутатов городской думы за спасение шестилетней девочки. Подростки Егор, Костя и Саша вытащили из озера тонущего ребенка в микрорайоне Волгарь. Напомню, инцидент произошел в середине августа. Михаил Ермоленко пообщался с юными героями. Вижу девочка уже полностью под водой. Дышать она не может. Я сразу же прыгнул около нее, уперся ногами на дно и приподнял ее над водой так, чтобы она смогла дышать. Такое не забудешь, рассказывает Егор Ямашев. Тот день подросток вместе с друзьями, Костей и Сашей, как обычно, проводил на озере недалеко от жилой застройки Волгаря. Ребята услышали крик и бросились к обрывистому берегу. Маленькая девочка сорвалась и упала в воду. Егор без раздумий прыгнул в водоем, а Костя и Саша приготовились вытаскивать ребенка на берег. Девочка была в шоке, наверное, потому что по ее лицу это было очень хорошо видно. Она ничего не говорила, а родители сказали спасибо, пожали руку. За проявленную смелость и решительность юные герои получили специальные награды от депутатов городской думы Самары. Очень гордимся, что среди нашего населения, молодого населения, юных самарцев, есть такие ребята. Поступок вызывает однозначно и уважение, и поощрение. Поэтому спасибо ребятам. Каждого из этих ребят надо отметить, потому что они являются примером для своих ровесников в школе, во дворе. Но особую благодарность хотел сказать родителям за воспитание. Школьникам вручили благодарственные письма и ценные призы. В их адрес прозвучали напутственные слова перед началом учебного года. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. И снова в школу. По традиции образовательные учреждения с теплотой приняли своих учеников. С торжественных линейк в школах номер 109 и 124 наш следующий репортаж. Первоклассница Ангелина Храмова рассказывает, сегодня проснулась на два часа раньше обычного. В школе на линейке у девочки была важная миссия. Она давала первый звонок. Было ощущение очень интересное и странное. Потому что первый раз это делаю. В школе номер 124 прошел день знаний. Первоклассники на сцене прочитали стихи. Выступил танцевальный коллектив «Ровесник». Хочется пожелать ребята правильно определиться в будущей профессии. И от лица жителей хочется поблагодарить главу города Елену Владимировичу Лапушкину, губернатора Самарской области Дмитриевича Азарова за те программы, в которых участвуют наши школы. В 109-й школе отряд юно-армейцев «Ночной дозор» пронес флаг и продемонстрировал свою строевую выучку. С напутственным словом к ребятам обратился депутат Яков Резников. Вот эти детишки, они вызывают, безусловно, ну самое, так сказать, чувство счастья, собственно говоря. У меня у самого уже, ну, в четвертый класс пошел в этом году. И совсем недавно я его также в первый класс провожал. В Самаре в этом году за парты сели более 125 тысяч школьников. Из них около 15 тысяч первоклассники. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События. Открытый урок прошел и в Самарской школе номер 57. Во время классного часа говорили о правилах поведения во время пожара. Темы для обсуждений на классных часах в самарских школах – достижения Самарской области, родной город и его жителя, а также правила безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций. В школе номер 57 на всероссийском открытом уроке говорили о правилах поведения при пожаре. Лекцию прочитал представитель МЧС России по Самарской области, а после ответил на вопросы. Мы рассказали учащимся о первичных средствах пожаротушения, какие они бывают, для чего они предназначены, как ими пользоваться. Также напомнили действия, кто не знал, порядок эвакуации в случае возникновения, что нужно делать при пожаре, при обнаружении пожара, как сообщить пожарную охрану. Основная задача таких уроков – научить школьников правильному поведению во время чрезвычайных ситуаций. Теория не ограничится. В течение учебного года школьники будут сдавать нормативы по скорости эвакуации в экстренной ситуации. Во многие школы городского уроков Самара на классные часы и на уроки безопасности сегодня пришли родители, пришли представители органов власти, для того, чтобы показать детям, что вопросы безопасности детей являются основными и важными в жизни не только взрослых людей, родителей, ответственных лиц, но и в жизни самих детей. Сложность заключается в том, что в экстренной ситуации нужно действовать немедленно. Нет времени для раздумий. Поэтому у школьников в голове должен быть четкий план действий. Александра Гусева, Максим Гусев, События. В Самаре проходят обучающие семинары для кандидатов-наблюдателей на выборах. Лекции организовала Общественная палата Самарской области. Молодым людям рассказывают о нюансах работы наблюдателям, знакомят их с избирательным законодательством. Дарья Семирозубова собирается связать свою жизнь с политикой. Поэтому сегодня она среди слушателей семинара для кандидатов-наблюдателей на выборах. Девушка говорит, что хочет посмотреть на процесс изнутри. Роль наблюдателя важна, потому что молодые люди не верят в честность выборов. Люди не верят в открытость выборов. И, как я считаю, это мой долг, так как у меня очень много друзей. У меня очень много одногруппников, одноклассников, которые следят за моими социальными сетями. И я хочу рассказывать, что выборы – это честно, выборы – это справедливо, и на выборы нужно ходить. Общественный штаб по независимому наблюдению за выборами – открытая структура, готовая взаимодействовать с общественными организациями, профессиональными объединениями, заинтересованными экспертами, инициативными и неравнодушными гражданами. Председателем общественного штаба стал заведующий кафедрой государственного и административного права Самарского университета Виктор Полянский. В состав штаба по независимому наблюдению за выборами вошли генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кольцун, председатель квалификационной комиссии Палаты адвокатов Самарской области, Алексей Кокин, заведующий кафедрой педагогики Самарского филиала МГПУ Игорь Носков, директор Самарской региональной общественной организации «За информационное общество» Анастасия Кнор. Обучающий семинар для кандидатов-наблюдателей организовала Общественная палата Самарской области. Занятия проводят специалисты, которые хорошо знают избирательное законодательство, практику организации выборов. Ближайшие выборы в регионе состоятся 11 сентября 2022 года. На возможность проголосовать появится, начиная с 9 числа, в течение трех дней – пятницу, субботу и воскресенье. В этом году в Самаре избирают 13 депутатов внутригородских районных советов. Законодательство допускает присутствие на одном УИКе по три общественных наблюдателя, но не одновременно. Хотя на некоторых участках, особенно в Красноярском одномандатном избирательном округе номер 14, по два сменяющих друг друга общественных наблюдателя. Всего же по области на участках будут работать около 200 общественных наблюдателей. Мы стремимся сориентировать наших общественных наблюдателей на беспристрастную и ответственную добросовестную позицию при осуществлении наблюдения, чтобы они действовали в интересах всех наших избирателей, а не отдельных, например, партий и кандидатов. Семинары, предназначенные для участников общественного наблюдения за выборами, направлены на то, чтобы сформировать у членов всего полунаблюдателей объективное и беспристрастное отношение к выборам и воспитать у них стремление к участию в политической жизни. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События. Самара готова к отопительному сезону более чем на 90%. Такие цифры озвучили сегодня на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии, которое прошло под руководством первого заместителя главы города Владимира Василенко. Как рассказали в профильном ведомстве, к будущему отопительному сезону сейчас почти полностью готовы объекты социальной инфраструктуры – школы, детские сады, больницы, учреждения культуры. Тепло там дадут сразу, как только потребуют погодные условия. Что касается модернизации теплотрасс, первый ГЦМР отметил, что на сегодняшний день из 12 плановых участков коммуникации полностью отремонтированы 7. На остальных объектах специалисты также заканчивают работу. Активно трудятся сейчас на теплосетях по улицам Маломосковская и Солнечная. Полностью смонтирована временная схема. Это по Маломосковской, там идет 2,8 трубы, и по улице Солнечная. На отопительный сезон пуск в своевременный не влияет. Мы пускаем тепло и продолжаем работать. Это опробовало у нас в эту зиму прошедшую, когда мы по Новолокзале в декабре перекладывали трубу, и люди не чувствовали, что тепла в квартире не хватает. В этом году к 12 теплотрассам, на которых были запланированы работы, добавили еще 8. Их модернизацией занимается одна из ресурсоснабжающих организаций. На этих участках сейчас работают специалисты. Как отметили в профильном департаменте, на начало отопительного сезона этот фактор не повлияет. Снабжение горячей водой здесь организуют также по временным схемам по опыту прошлого года. Отметить день рождения Самары и раскрыть тайны родного города приглашает Департамент экономического развития, инвестиций, торговли и местные туроператоры. С 1 по 11 сентября для жителей и гостей областного центра будут организованы бесплатные экскурсии. Все желающие смогут отправиться в маленькое путешествие по городу и узнать, чем привлекательна Старая Самара, проследить сквозь века ее историю, разгадать тайны местных улиц и мистических обрядов. Для участия необходимо выполнить несколько условий. Подписаться на группу, адрес которой указан на экране, разместить на своей странице ВКонтакте фото, видео, любимого самарского парка или сквера с геометкой и хэштегом «Любимая Самара 436» с днем рождения Самара и зарегистрироваться на экскурсию. Самара ГИС запустил новый проект «Скажи свое мнение». Ежедневно мы проводим в своем телеграм-канале опросы на самые актуальные темы. И сегодня выясняем, помнят ли наши телезрители свой первый день в школе. 32% ответили, что помнят так хорошо, словно это было вчера. 32% помнят плохо, а 35% и вовсе заявили, что не помнят, поскольку это было давно. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Администрация железнодорожного района в своем телеграм-канале информирует жителей и гостей города о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах, на водных объектах, в лесу, в местах массового пребывания людей и дома. И напоминает, что на территории города до 31 октября действует особый противопожарный режим. В связи с этим при наступлении 4 и 5 классов пожарной опасности введены ограничения на въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение работ, связанных с разведением огня на территории лесных участков, граничащих с районами города. Кроме того, запрещено разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности, в том числе на территориях приусадебных и дачных участков, примыкающих к лесным насаждениям. Жители Самары могут присоединиться к международной патриотической акции «Диктант Победы». Она пройдет 3 сентября. Для этого подготовлено более 800 площадок. Они разместятся в музеях, школах, библиотеках, в вузах, колледжах, на площадках МЧС и Росгвардии. Написать диктант могут все желающие. Для этого необходимо выбрать площадку и заранее зарегистрироваться на сайте dictantpobedy.rf. Тест можно написать онлайн, для чего также нужна предварительная регистрация. «Диктант Победы» содержит ряд тестовых вопросов, посвященных наиболее значимым и памятным этапам событий Великой Отечественной войны, военной географии, историческим личностям, художественной литературе, произведениям изобразительного искусства. В Телеграм-канал Департамента транспорта Самары сообщает, что в связи с проведением первенства Самарской области по велоспорту с 8 утра до 4 часов дня 2 и 3 сентября, а также с 8 утра до 12 дня 4 сентября будет ограничено движение транспорта у стадиона «Самара-Арена» по улице «Арена-2018» от проезда номер 8 до поворота на проезд ведущей к улице Малой Сорокин-Хутор по проезду номер 2 по улице Дальней от улицы «Арена-2018» на участке протяженностью 500 метров. Водители просят заранее планировать свой маршрут. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»